Приветствую, друзья! Меня зовут Жанна, и в сегодняшнем видео я сделаю технический анализ золота на новый 2023 год. Немножечко о себе. Я торгую на рынке Форекс уже более 15 лет, также достаточно давно являюсь партнером компании Амаркетс. В основном я последнее время торгую как раз-таки золото, и очень такая система у меня отложенными ордерами. Я вручную ищу точки входа возможные, и с помощью советника проставляю ордера. В своей торговле, естественно, я применяю технический анализ, смотрю практически все таймфреймы, но проставляю ордера на более мелких, это до одного часа. Использую в торговле все уровни поддержки, сопротивления, трендовые уровни и также, конечно же, фигуры. Если вам интересно узнать больше о моей стратегии, у меня также есть канал на ютубе, русскоязычный Жанна Форекс и англоязычный Джана Фекс. Вы можете меня легко найти. И также я отправляю бесплатные сигналы в телеграм-канал Джана Фекс. Ну что ж, друзья, давайте сейчас посмотрим на техническую картину золота. Конечно же, при торговле любого инструмента необходимо учитывать не только технический анализ, но и экономические, политические, геополитические показатели. Но сегодня мы не будем их рассматривать, это будет у нас чисто техническая картина, где сейчас находится золото и что можно было бы ожидать как раз вот на новый 2023 год. И еще раз хочу сказать, что я не профессиональный аналитик, да, то есть сейчас я вам покажу именно свое видение рынка и что я буду ждать. Начинаем мы с месячного канала, сейчас общую картину я вам хочу показать, что я вижу. У нас золото находится в восходящем канале, да, то есть мы здесь явно и очень легко можем проследить и увидеть одну большую вершину, вторую. И здесь у нас тоже есть с вами дно, да, то есть поэтому на данный момент мы можем сказать, что да, золото у нас в общей картине, восходящем тренде. Но на данный момент у нас сейчас идет коррекционное движение, да, то есть вот этого вот большого тренда идем в коррекцию. То есть на месячном таймфрейме, на, если рассматривать более длительное будущее, грубо говоря, то тогда мы можем здесь сказать, что золото идет вниз, то есть корректируется. Оно должно у нас скорректироваться, после чего мы бы предположили дальнейшее восходящее движение, да, то есть это должно у нас занять какое-то время. Но, зная, как у нас ходит золото, то есть смотрите, здесь я уже соединила, да, то есть у нас до этого образовалась с вами двойная вершина, есть одно дно, вот есть второе. То есть, в принципе, у нас есть с вами вот этот коррекционный, скажем, такой трендовый нисходящий канал, да, внутри вот этого большого восходящего канала. Поэтому можно было бы предположить, что золото должно двигаться внутри вот этого канала и потихонечку продолжать движение, спускаться, да, то есть идти вниз. Но и здесь, то есть можно было бы также на более большом таймфрейме смотреть, если, да, у нас есть уже второе дно, то тогда, конечно, можно было предположить, что движение золота должно продолжиться снова вверх, и после чего мы так плавно идем, продолжаем спускаться, да, как обычно у нас идут движения. Но я бы, может быть, больше склонялась к такому движению на парах, как евро-доллар, фунт-доллар, но золото у нас более агрессивное, и оно может легко, да, пойти резко вверх и резко вниз, либо наоборот, или резко вниз и после этого резко вверх. Поэтому, конечно же, это все предположение, но, значит, давайте смотреть, на что вот сейчас обращать внимание. То есть мы видим, что золото у нас сейчас, в принципе, посередине, оно не на самом верху и не у дна, да, то есть где-то. Поэтому мы можем сказать, что да, оно может пойти и в одну сторону, и в другую. То есть здесь у нас есть сейчас ценовой диапазон, вот я выделила для себя, это 1,900, и вот нижний диапазон, немножечко вот здесь выше, на данный момент, это 1,500. Значит, как я учитываю, то есть рассматривая 23-й год, и если у нас с вами резкие движения, да, золото, то есть мы не плавненько идем, а как золото любят, то есть вы посмотрите, да, у нас резкое движение вверх, образование вершины, резкое движение вниз, снова здесь мы немножечко притормаживались, у нас треугольник складывался, опять резкое движение вверх, и опять двойная вершина, поэтому можно предположить, что у нас не будет плавного движения, а будет какое-то резкое. Поэтому здесь я бы склонялась к тому, что у нас с вами может быть вот этот диапазон, и здесь обратить внимание вот на этот пин, да, то есть если мы идем вниз, то вот этот пин мы должны будем закрыть, вот, поэтому здесь вот 1,500 плюс-минус, то есть, конечно, может не до конца закрыть этот пин, может ниже опуститься, может чуть выше. Здесь я просто вам сейчас делаю большую картину, чтобы вы видели, да, то есть вот этот наш 2023 год и что ожидать. То есть здесь вы видите, у меня есть еще один уровень, и это немножечко проведено по-другому. Здесь я сейчас использую две вершины и одно дно, да, то есть вот эти синие уровни восходящего тренда, но я не учитываю, например, вот это дно предыдущее. Если провести как раз-таки по этому дну и взять вот эти два дна, то как раз у нас с вами уровень трендовый может смениться, то есть вот этот, который немножечко ниже, он мы его можем подкорректировать и поднять выше, и поэтому вы видите, что у нас немножечко другая картина, и как раз-таки вот это следующее дно, окончание вот этого коррекционного движения должно быть, по идее, где-то здесь. Но я оставлю пока на картину такую, потому что я говорю, в дальнейшем, в будущем, когда мы будем использовать, слушать также экономические, политические какие-то, да, новости, то, естественно, мы будем уже предполагать, куда далее золото может двигаться. То есть сейчас на данный момент я вам показываю вот эту общую картину, чтобы вы имели представление у нас с вами, что вообще в общем, да, ожидать. То есть здесь понятно, что и туда может пойти, и сюда. Вот, теперь давайте переходить на более мелкие таймфреймы, и что я бы ожидала, да, здесь уже. Вот смотрите, более такая ясная картина, чуть меньше таймфрейма идут у нас здесь. Но опять же, я сейчас смотрю на недельном, чтобы вы видели, что у меня здесь прорисовывается. Значит, наш вот этот нисходящий, да, коррекционный тренд, и в то же самое время у нас с вами вот этот вот резкий тренд, который может и привести золото к движению как раз-таки вниз вот на 1,500, да. То есть сначала мы смотрим, вот у нас с вами вот этот пин. Здесь, конечно, вот проходит ещё один трендовый уровень, поэтому склоняться к тому, что мы можем 23 год и закончить где-то здесь, в этой зоне, либо можем, наоборот, начать с этой зоны и потом, наоборот, подниматься вверх, да. То есть здесь может быть всё, что угодно. Давайте, смотрите, на что я обращаю внимание. Сейчас на данный момент тоже, что у нас с золотом, в принципе, да, у нас точно такой же, так и идёт пока что нисходящее движение. Здесь никакого восходящего на данный момент нет. У нас есть вот предыдущее дно, было ещё одно дно, которое пробивает всё, и у нас идёт сейчас отскок. Смотрите, у меня здесь помечена вот эта территория, то есть я предполагаю, что золото у нас поторгуется в этой зоне, да. И сейчас нам главное, мы на 1,800 застряли, это очень сильное сопротивление. Здесь у нас предыдущая вот эта вершина, и, конечно же, для того, чтобы, в принципе, перевернуться, идти вверх, да. По идее, у нас сейчас коррекционное движение, да, вот этого вот нисходящего. Поэтому здесь мы можем предположить, что, по идее, если мы пробиваем вот эту вершину, мы проходим 1,800, то тогда у нас открывает, ну, небольшой, мы идём 1,800, по-хорошему нам нужно немножечко обратно вернуться и отбиться от 1,800, и тогда у нас открывается дорога на 1,900, да. То есть вот такая картина у нас должна быть для того, чтобы нам пойти вверх. Но посмотрите, сейчас пока я могу провести вот этот уровень, трендовый канал, нисходящий, потому что здесь у меня есть два дна, и, грубо говоря, вот есть вершина. Ну, в принципе, я использую также пин от предыдущей вершины, то есть у меня здесь есть нисходящие. Но для того, чтобы мне как раз-таки вот золото развернуть, и чтобы оно пошло на 1,900, мне нужно дно. Видите, здесь пока дна нет. В принципе, вершину у нас тоже. Я могла бы использовать, допустим, вот эту вершину, но пока что у нас не было пробития. Это просто тестируем, да. Мы тестируем эту зону 1,800, пытаемся пробить, и, в принципе, мы отбиваемся от этой зоны. То есть мы не пробиваем. Мы вроде как берём эту вершину, но, вы видите, закрываемся опять же пином. Конечно же, пин даёт нам надежду на то, что всегда рынок вернётся, и он когда-нибудь поглотит этот пин и продолжит своё восходящее движение, да. То есть мы не исключаем этот момент. Но на сегодняшний, вот на сейчас, мы видим, что у нас пока что закрывается всё пинами, да. То есть мы отбиваемся. И здесь есть больше, я склоняюсь к тому, что мы пойдём, дальше будет движение вниз. Опять же, это очень большой таймфрейм. Мы смотрим, и, как видим, что для того, чтобы нам перевернуть вверх, нам нужно вот это вот нога, вот это, да, вот это дно. Вот как я называю нога, но, в принципе, дно. Здесь, поэтому я сейчас не использую вот эти уровни. То есть пока что у меня золото идёт в тренде вниз. Я убираю, и здесь у меня образовывается что-то наподобие фигуро-бриллиант. Да, вот есть такое понятие. Но не совсем ещё она хорошо сформировалась. То есть либо я жду здесь голову, плечи перевёрнутые. То есть смотрите, вот это у нас с вами дно образовывается здесь. Есть более низкая, это как раз-таки голова. И здесь вот я жду, что если мы отбиваемся, то есть мы, в принципе, уже отбиваемся. Но, возможно, золото может и чуть выше пойти, да. Но моя первая картина на данный момент, то мы отбиваемся отсюда. Тогда мы идём вниз, как раз-таки к вот этому предыдущему плечу. То есть вот это дно где-то в районе, вот вы видите, 16, 86, 16, 70, может быть, чуть повыше, 17, может быть. То есть вот где-то в этом диапазоне предположительно, что мы идём вниз. И здесь мы образовываем как раз-таки дно. Если мы здесь образовываем дно и удерживаемся, то, конечно же, я буду склоняться уже отсюда, что мы будем пробиваться и идти на 1,19. То есть мы видим, сейчас можем посмотреть. Если смотреть на 2023 год, то как раз вот эта картина предположительно, видите, начало года, да. То есть мы здесь с вами идём на большой картине вниз. Вот у нас с вами январь, февраль, предположительно даже март. И где-то после март-апрель, уже май у нас мы пробиваемся, идём выше. И может быть даже где-то к концу года, ну даже не к концу, к лету тут получается, да, что если мы вот так вот сходим и, ну да, где-то май, лето даже, вот так, мы идём на 19, 1,19. И дальше, естественно, уже мы будем смотреть. То есть по идее, по большой картине это пройдёт коррекция. И отсюда ожидать, что 1,19 мы не берём. Также здесь что-то у нас будет отбитие или может быть пин какой-то. И дальше мы должны, по идее, спускаться, да, потихоньку. И в принципе дальнейшее ожидать снижение золота. То есть там, ну вот 1,15, 1,16 и так далее. То есть вот такая как бы картина видится, да. То есть сейчас я вижу, что в моём предположении здесь может образоваться голова-плечи. И в связи с этим, то есть вначале мы идём, снижаемся, потом мы пробиваемся. И вот только где-то, ну где-то лето, скажем так, идём на повышение. То есть к лету можно было бы предположить, что мы могли бы пойти вверх, если у нас здесь сформируется вот эта голова-плечи. Так, что ещё здесь может быть? Значит, может быть то, что, конечно же, в принципе, да, опять же, может идти движение вниз и не удерживать эту зону, да. То есть золото не удерживается в этой зоне, а пробивает и дальше продолжает снижение. Вот, то есть если мы не образовываем переворнутую голову-плечи, то есть мы движемся вниз, в принципе, я бы предполагала движение по вот этому уже нисходящей, более на такому резкому каналу. Вот, то есть нам 16 и 16 грубо не удерживает и так далее вниз. То есть потихоньку спускаемся. Но опять же, если смотреть, что мы здесь сможем пробить или не сможем пробить, но движение к 1,500, да, то есть как бы ожидаем, что движение к 1,500, и уже к концу года, допустим, начнётся разворот, да, то есть уже мы идём потихонечку спускаемся на 1,500 плюс-минус, да, и после этого начинается разворот. Вот, то есть есть вот у меня такая картина, то есть я больше склоняюсь к тому, что мы всё-таки идём вниз, первая половина года мы идём вниз, а потом у нас со второй половины года у нас идёт разворот. То есть у меня вот такая картина, но опять же, видите, друзья, я вам объясняю, что это техническая картина, потому что, видите, здесь у нас всё-таки мы в восходящем канале, и мы можем пойти и на 1,19, и после этого дальше смотреть будем удерживаться, будет отбиваться, идти вниз, но технически, по идее, да, должен пойти на 1,19, отсюда отбиться, идти потихонечку вниз, и к концу года быть наоборот ниже, то есть более за, ну, около 1,15-1,16 где-то в этом диапазоне находиться, а с другой стороны, видите, такая картина, что, то есть мы можем наоборот сходить вниз, а потом только развернуться. То есть здесь уже нужно, конечно же, смотреть на вот эти какие-то экономические показатели, да, что там будет у нас происходить. Конечно же, Америка, да, Америки какие-то экономические. Ну, единственное, что могу сказать вот на данный момент, то есть если у нас сейчас сильное влияние идет на повышение ставок, да, в Америке, и ожидается, что как раз-таки вот начало года больше будет идти там повышение ставок, да, вот, в общем, они будут смотреть опять по экономическим показателям, самое главное, показатель по инфляции там особенно, да, вот, то есть если инфляция будет уменьшаться, то, значит, и со ставками они будут притормаживать. Но ожидается, что вот именно в этом году ставки будут продолжать расти. Поэтому, естественно, было бы логически предположить, как раз-таки совместить вот это вместе с нашей техникой, что если они будут продолжать повышать ставки, то, конечно, тогда, если больше ничего еще не будет, непредвиденного ничего мы не можем, да, гарантировать, то, конечно, я бы предположила больше, что золото у нас бы сходило вниз, а потом уже по мере улучшения показателей, уменьшения ставки или приторможения, да, там, допустим, ставки, то тогда как раз золото должно начать укрепляться, подниматься. То есть вот такая у меня картина на данный момент. То есть если перейти еще на более мелкий таймфрейм, здесь мы тоже видим пока вот, да, вот этот диапазон, как я говорю, что я не исключаю, что мы здесь побудем вот сначала, в ближайшее время, ну, хотя бы вот сколько у нас сейчас, декабрь еще и вот январь, где-то вот этот диапазон, и дальше мы отсюда будем выбиваться, да, то есть мы либо пробиваемся все-таки, движемся вниз, либо мы пробиваемся и продолжаем восходящий. То есть я говорю, в принципе, технически вот картина, мы отбиваемся, да, от вот этого движения, то есть здесь технически картина, мы, да, идем вниз, рисуем голова, плечи, отсюда мы пытаемся идти вверх и брать 1.19. То есть вот именно так техническая картина, если ничто больше во внимании не брать, вот сейчас она выглядит именно таким образом. То есть я бы видела выход из этой зоны в район 1.19. То есть, но я говорю, что у меня стоит вот этот диапазон 1.19 и все-таки туда ближе 1.500, 1.500 и 1.900. То есть вот этот достаточно широкий диапазон, но, как я говорю, для моей торговли это не принципиально, потому что я использую более мелкие таймфреймы. То есть если мы вот опять перейдем на более мелкий таймфрейм, сейчас что можно увидеть у нас пока что тоже, да, что мы в вот этом нисходящем канале, вот от этого движения, как раз-таки ожидаю я вот коррекционно. То есть сейчас снова у меня есть двойная вершина, опять же, да, вот эту вершину мы не пробили, образуется двойная вершина, здесь у меня есть плечо, то есть я бы логически предположила, что по идее отсюда бы нам нужно снова сходить вниз, опять сделать небольшое движение, что-то вроде плеча, там плюс-минус чуть выше, чуть ниже, и дальше мы спускаемся уже вот как раз-таки к нашему предыдущему вот этому плечу, и отсюда уже мы начинаем снова набирать силу, высоту, и далее смотреть, пробиваемся мы все-таки вверх, либо мы идем вниз. То есть вот на ближайшее время я рассматриваю вот эту зону. Конечно, у нас сейчас может, что здесь произойти, ну вот вы видели, да, у нас, потому что у нас здесь спин, то, конечно, я не исключаю, что может сходить, да, все-таки дневная вот свеча у нас тут закрылась сейчас зеленая, то он может попытаться золото еще раз сходить. Почему? Говорю, что, потому что у меня здесь не только голова-плечи, но и, предположительно, бриллиант может образоваться. То есть мы можем взять все-таки эту вершину немножечко еще выше, пройти, допустим, он может подойти, ну, чуть-чуть выше, где-то может быть вот так район, да, ну, хотя я не знаю, насколько может хватить силы золото, но чуть-чуть мы поднимаемся и снова опускаемся, то есть не доходим до 1 900. Хотя от золота можно все что угодно ожидать, конечно же, и может и большой скачок сделать, но я пока не вижу такого, таких предпосылок, вот именно технически. Я вижу только на данный момент картину, что мы должны снижаться. Снижаться, проработаем вот этот диапазон, и только после этого уже начнется у нас более ясная картина выхода, продолжения движения в одном либо в другом направлении. Так, ну что ж, на этом все, друзья. Надеюсь, что не запутала вас и было все понятно, что я хотела сказать, на какие моменты обратить внимание, по крайней мере, то, как вижу рынок я. На этом все. Спасибо за то, что смотрели. С вами была Жанна. Всем хороших торгов, конечно же, с наступающими праздниками, с Новым годом, с наступающим, и увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok